Здравствуйте, Сергей Викторович, Владимирович. Добрый день. Хотела у вас спросить, почему вы остались в городе? С началом боевых действий перед каждым из жителей Донецка встал вопрос, на чьи сторони он будет, как он будет строить свою дальнейшую жизнь, не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи. Абсолютно все проходили через решение этого вопроса и принимали соответствующие решения. Я не случайно, мы собрались со своей семьей, рассматривали вплотную вопросы, куда можно, в общем-то, уехать для того, чтобы не подвергать свою семью и жену и детей риску. И приняли решение, что это наша земля. Мы родились здесь, мы выжили, мы получили образование здесь, мы работали здесь, здесь родились мои дети, здесь живут мои родители, о которых я должен заботиться. И поэтому уехать можно, но убежать от себя нельзя. Мы приняли осознанное решение и остались всей семьей здесь. И я, и жена, и дети, которые учатся в школах. В общем-то, это наш был выбор. Скажите, что вам... Вы возглавляете первый военный госпиталь Донецкой Народной Республики. Что вам необходимо, в чем вы нуждаетесь, все ли у вас есть для оказания помощи раненым бойцам? К сожалению, централизованного снабжения госпиталя нет ничем. Абсолютно не горючо-смазочной материалами, ни медикаментами, ни вещами. Мы все, в общем-то, добываем каким-то образом, в основном за счет гуманитарной помощи, которая оказывается неравнодушными людьми. Поэтому, по большому счету, мы нуждаемся абсолютно на все. Нуждаемся в вещах, нуждаемся в медикаментах, прежде всего, из группы обезболивающих, противовоспалительные препараты, бронхолитики. Это то, что расходится... Ну, и антибиотики, то, что расходуется в большом количестве каждый день. У вас есть возможность обратиться к итальянской публике? Что бы вы хотели им сказать, передать? Прежде всего, я хотел бы пожелать мира головой и мира всеми, потому что происходящее событие расставляет все ценности по местам. Все главное выходит на первый план, а шелуха отлетает в стороны. Мы работаем, в том числе, и на передовой. И видим, как у людей в результате прямого попадания снаряда исчезает все то, что они наживали всю свою жизнь. И то, что считали значимым. То есть дома, машины, богатая обстановка. Дай Бог, что эти люди остаются живыми. Поэтому я бы хотел, прежде всего, пожелать, чтобы информация, которая доходит, к большому сожалению, весьма однобокая с украинской стороны, она абсолютно не отражает все то, что здесь происходит. Я не наркоман, не алкоголик, не сепаратист, не ватник, не Рапутина. Я обычный доктор, который проработал. Я доктор-хирург, который проработал в городе Донецке более 20 лет хирургического стажа и занимался хирургической помощью. Он на каком-то этапе сделал свой выбор и стал на защиту своей семьи, своей земли. И это факт. И таких людей, подавляющее большинство, здесь стоят... Люди, конечно, есть разные, но люди, которые сделали выбор осознанный, отстаивая свою землю, они заслуживают как минимум уважения, либо понимания. То есть нужно хотя бы попытаться разобраться, кто здесь находится, почему они находятся, и почему они добровольно рискуют своей жизнью и за свою родину. Это довольно сложно сделать, потому что ситуация подается, как правило, однобоко и освещается далеко не все аспекты. Хотел бы, чтобы нас просто услышали, услышали и попытались понять, беспристрастно, без давления извне, просто понять своей душой. И тогда очень многое изменится в вашем сознании, мир вам и вашим семьям. Спасибо. Можно еще один вопрос? А как вы думаете, вы считаете, это гражданская война сейчас происходит, или что происходит сейчас в Донецке, на Украине, в юго-восточной части? Вопрос довольно сложный, и однозначно ответить нельзя. Друзья, по крайней мере, я могу сказать то, что не происходит. Это не происходит агрессия России. Здесь нет регулярных военных частей. Здесь нет ущерба государственности. С моей точки зрения, как я это вижу, весь свой срок существования такого государства, как Украина, проживавшаяся после распада Советского Союза, фактически, и имевшего большой запас и материальных ценностей, и промышленный, был очень большой задел, к сожалению, оно постоянно разборовывалось. И все президенты, абсолютно все, начиная с Леонида Махаровича Кравчука и заканчивая Януковичем, они, в общем-то, обогащались, расхищая государство. Но так продолжаться, в общем-то, долго не могу. То есть, когда были расхищены все свободные, скажем так, активы, и уже нет возможности зарабатывать дальше, идет просто передел собственности. Для того, чтобы людям объяснить, что в сложившейся ситуации виновата не жадность, беспринципность тех, кто называется сейчас олигархом, а какие-то внешние факторы, с которыми нужно бороться, изображается какой-то внешний агрессор по типу России. Весьма забавно смотреть, как агрессор покупают газ, просят скидки на газ. Я не играю ни на той, ни на той стороне, я просто констатирую факты. И вам советую, люди, подумайте, вот просто посмотрите. Ведь не все так черно-бело, как это пытается отобразить. И, к большому сожалению, то, что происходит, народ Украины зомбирован. Зомбирован и попираются основные христианские ценности. То есть, такие основополагающие ценности, как ни уби, ни укради, не рассматриваются в принципе. Скажите, как вы думаете, какое может быть разрешение настоящего конфликта? И как бы вы хотели, чтобы это разрешилось? Вот по реальной ситуации, как вы думаете, оно будет разрешено? И то, что бы вы хотели? Как оно разрешится и как я хотел, это, в общем-то, не совсем совместимые вещи. К сожалению, к большому сожалению, на Украине идет массовое воспитание подрастающего поколения в ненависти. Я уже не говорю к Украине, прежде всего к жителям Донбасса. То есть, мы представляемся в роли изгоев каких-то, недочеловеков, как выразился Арсений Петрович, я ценю, либо каких-то ущербных, дебилов, маргиналов, которые, в общем-то, не имеют права на собственное мнение, которое требует только внешнего управления, и тогда могут зарабатывать себе на кусок либо. Это абсолютно неправильно. Здесь люди довольно трудолюбивые, да, они специфичны. Потому что точно так же, как и специфичны жители Западной Украины. У них своя культура, свои устои, свои традиции, свои привычки. Но это не значит, что одни правильные, другие неправильные. Мы все разные, мы другие. И пытаться всех причесать под одну гребенку, это абсолютно неправильно. Поэтому я бы хотел, чтобы восторжествовал мир, и все имели право на существование со своей системой взглядов, но на базе основных христианских добродетелей. Опять же, как-то взять все религиозные течения, насколько я понимаю, все эти основополагающие ценности, даже кодекс строителя коммунизма тоже приблизительно по основам, недалеко от этого вышел. В принципе, есть база, от которой нельзя уходить. И на этой базе нужно строить новое общество. На базе созидания. А у нас, к сожалению, сейчас общество потребление. Хотелось бы, чтобы мы существовали, сосуществовали в своих культурных, в своих национальных рамках. В одном государстве. Насчет одного государства я весьма сомневаюсь. После того, что случилось. Понимаете, не вижу я на данный момент возможности существования. Как вы проедете, мы просто выезжаем. Например, мы видим разрушенный спорта, где нет домов. Мы видим кучу убитых мирных жителей на Петровке. Мы видим периодически по телевизору все эти маскаливные ножи и прочее. Как мы будем существовать. Найдите точку соприкосновения, на которой мы могли бы вот садись и сказать, что да, мы начинаем отсюда. Там какая-то дорожная карта, план развития, стратегия, тактика. Все это должно быть. Я не вижу со стороны Украины заинтересованности в развитии. Реальной возможности? Желания нет. Нет желания, нет основополагающих идей для построения цветущего государства. Поэтому в едином государстве, по моему мнению, на данный момент, по крайней мере в рамках бывшего календарного разговора, не идет. Вероятнее всего, наиболее щадящим вариантом была бы какая-то федерализация, либо... Та, которую просили год назад, и в которой была откажена. Либо какие-то вот союзы, опять, независимые государства. Здесь не важно, как оно будет называться. В принципе, вот термины могут играть какую-то роль. Но главный принцип, от чего мы будем отталкиваться. То есть будут территориальные общины, которые решают свои вопросы, социальные, экономические. Самостоятельные. Ну, а политически, безусловно, все стремится к определению. То есть нужны будут какие-то блоки. Но это дело, в общем-то, к сожалению, даже не в ближайших месяцев это все будет гораздо-гораздо позже. И, к сожалению, погибнет еще очень много людей. И с той, и с другой стороны. Потому что, самое главное, нет желания. Да, нет желания. Не поставлена цель мира. А минские соглашения? Ну, это смешно о них говорить, поскольку мы каждый день слышим. Мы слышим, как они соблюдаются. То есть танковые бои, то 120-е минометы отрабатывают, то и стрелковое оружие применяется. У нас присутствуют, мимо нас постоянно ездят представители ОГСИ. Они фиксируют, то есть не буквально каждый день. Они фиксируют нарушение минских договоров со стороны украинской армии. Я не могу сказать со стороны чейни, но поскольку мы слышим, откуда идут прилеты, то, естественно, это со стороны украинской армии. Что они у себя фиксируют, не могу сказать. К сожалению, реальность... Но это ничего не выходит на телевидение европейское, например, из того, что представляется. Никаких отчетов ОБСИ не выходит. К сожалению. Потому что есть стена молчания, которую, конечно, мы стараемся, с нашей стороны, находясь в Италии, мы стараемся ее пробить. Если бы просто даже без различных комментариев молча проехать и посмотреть, во что превратились. Те же Пески, та же Авдеевка, тот же Спартака, тот же Привокзамин, тот же Киевский район. Города слов не нужно. Здесь картинка скажет больше сама за себя. То есть когда в 21 веке европейское, как оно позиционирует себя государство, применяет оружие массового поражения по живым кварталам, я думаю, комментарий здесь есть лишний. И оправданий, в принципе, быть никаких не может. Спасибо вам большое. И идем до победы. Да, спасибо всем за помощь, всем неравнодушным, всем, кто помогает нам выстоять. Мы прекрасно понимаем, что любая копейка, которая нам посылается, она оторвана из вашей семьи, поэтому вы себя в чем-то ущемляете для того, чтобы помочь нам. Огромная благодарность и низкий упакован за вашу доброту. Спасибо.